Уравнение в деле называемое уравнение x квадрат минус dy квадрат равно единице, где d натуральное число, не являющееся квадратом. Давайте начнем с объяснения, почему важно, что d это не квадрат. Ну, посмотрите, возьмем какое-нибудь уравнение вида x квадрат минус а квадрат и y квадрат. То есть пусть d является квадратом. Тогда, мы, разумеется, можем расположить на множители. Получится x минус ау умножить на x плюс ау. И единица разлагается в произведении двух целых чисел. Собственно говоря, двумя способами. Либо x минус ау равно единице, и x плюс ау равно единице. Вот это один вариант. Или, в обоих случаях, минус один. Ну, давайте сначала пусть единица. Сложим эти уравнения, получится, что 2x это двойка. Ну, значит, x единица и y ноль. Понятно, что если знаки изменились, то наоборот получится x равно минус единица, и y тоже будет ноль. Смотрите, у этого уравнения всего два решения. x это плюс минус один, y это обязательно ноль. Оказывается, если t не является квадратом, то у уравнения бесконечно много решений. И они довольно симпатичным образом устроены. Вот сейчас мы разберем несколько примеров и увидим, как устроено множество решений конкретного уравнения белья. Пожалуй, начинать имеет смысл с уравнения x квадрат минус 2y квадрат равняется плюс-минус единице. Потому что двойка не очень большого числа, и особенно если мы напишем плюс-минус, то решения будут не очень большими числами, и, соответственно, нетрудно догадаться до закономерностей. Давайте начнем с составления таблички. Итак, здесь есть x, здесь есть y. Поскольку они все равно в квадрате, то давайте считать x и y неотрицательными числами. От этого ничего не изменится. Естественно, начинаем с пары 1-0, и выражение x квадрат минус 2y квадрат в этом случае будет равно единице. Если 5 числа 1-1, то здесь будет минус единица. Так вот, у меня просьба. Придумайте еще несколько решений. 49 минус 2 на 25, это минус 1. Дальше. 17 и 12. 289 минус 2 умножить на 144. Это действительно единица. А вот сейчас дальше два варианта. Либо вы еще придумываете, это нужно, либо вы уже догадываетесь до закономерности, и мы с вами эту закономерность доказываем. А здесь есть какой-то очень простой способ получить следующий столбик из предыдущего. Какой? y равен в сумме x и y предыдущих. Вот, 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 вот. В сумме предыдущих. То есть пятерка это 2 плюс 3, да? 12 это 7 плюс 5. То есть сюда что надо писать? 29. Правильно? Так. А здесь что? Как 17 получается вот из этих чисел? Сумма 2 плюс 3. Да. Значит сюда что пишем? 41. 41. Отлично. Так. Ну и давайте еще заполним чуть-чуть. Что пишем сюда? 70. 70. 408. 408. А сюда? 577 в квадрате. Сколько будет? 332 929. Да. Так. И 408 в квадрате. Это 166 464. Так. Замечательно. Ну смотрим, как у нас. Вот если это число умножить на 2, ведь правда получится это без единицы? Понимаете? Посмотрим. А счет посмотрим. А, да, да. 332 это 2 умножить на 166. 464 умножить на 2, получаем 928. Господа, получается, что здесь единицы. Ну вот быстро, легко проверить, ходить без калькулятора, ходить с калькулятором, что действительно экономерность такая. Вот сейчас нам нужно доказать два утверждения. Во-первых, что способ заполнения даблицы, который вы сейчас придумали, действительно, если им пользоваться, дает решение уравнения пели. И с квадрата минус 2, и с квадрата равно плюс минус единица. И, во-вторых, что других решений нет. Разумеется, то, что мы получаем бесконечно много решений, это совсем несложно. Потому что мы можем выписать явно, образно формулу. Вот что вы, собственно говоря, делали со столбцом? Как вы, у вас были числа х и у, да? Что мы сюда писали? Мы сюда писали х плюс у. Так? А сюда мы что писали? Сумма вот этих чисел. х плюс 2 и у. И здесь вот было какое-то выражение, то ли плюс единица, то ли минус единица. Давайте теперь все мало назначим. Нужно проверить, что здесь будет минус. Отлично. Как же это проверять? А может, там тумборическая форма? Смотрите. Мы в выражении х квадрат минус 2у квадрат вместо х подставим х плюс 2у. А вместо у подставим х плюс у. Посмотрим, что получается. х плюс 2у подставили вместо х. И надо раскрыть скобки. Это несложно. Теперь смотрим, что получается. 2ху, когда умножаешь на 2, как раз получается 4ху. Когда из 4у квадрат вычитаешь 2у квадрат, получается 2у квадрат. Когда из х квадрат вычитаешь 2х квадрат, так смотрите, что получается. 2у квадрат минус х квадрат. Так? Очевидно, что это взятое со знаком минус выражение, которое было до этого. Правильно? Таким образом, абсолютно не чудо, что у нас все получалось. Просто вот есть такая формула. Конечно, как догадаться до этой формулы? И как понять, что для любого квадрата такого типа формула существует? Это отдельная вопрос. Но если мы придумали вот такую формулу, то бесконечно много решений мы получаем. Так? Так, отлично. Одно утверждение доказали. Теперь нужно доказать, что все решения записываются ровно таким образом. То есть, мы будем создавать новые, 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 новые решения, и любое решение в этой табличке когда-нибудь встретиться. Утверждение понятно? Доказывать это, на самом деле, не очень сложно, если понять следующее. Вот, смотрите, у нас есть уравнение. Представьте себе, что здесь х увеличилось. Понимаете ли вы, что в таком случае у должен увеличиться? Да? Ну почему? Потому что когда х у нас увеличилось, то х квадрат увеличилось хотя бы на число 3. Ну, если х не 0, не единица. Да? И вот. А значит, у обязана была увеличиться. Поэтому, если выписываем все решения в соответствии с величиной х, то, да, здесь, конечно, стремится бесконечности. То есть, у нас здесь числа все больше, больше, больше и больше. И, разумеется, здесь получаются сколько угодно большие числа. Если бы было решение, которое в этой таблице отсутствует, то оно, что называется, встало бы между двумя столбцами. Согласны? Да? Понятная идея? Да. Вот. То есть, представьте себе, вот мы рисуем, рисуем, рисуем. И, например, где-нибудь между числами 239 и 577 у нас встало какое-то решение. Какой-то там х, ну, если нарезу щеки. И вот я сейчас докажу следующую штуку, что если встало вот здесь, то на самом деле и перед этим где-то уже должно было быть, ну, такое чужеродное решение, да, не входящее в эту таблицу. И тогда мы... А значит, и раньше было, значит и раньше было, значит и раньше было. Но здесь, между ними, точно ничего нет. Понятно? Ну, и значит, и там тоже не было. То есть, нужно научиться делать то, что фирма называла бесконечный спуск. Ну, уже бесконечный. Научиться делать шаг спуска. Потому что, ну, если один шаг вы учили сделать, то сколько нужно, сколько мы и сделаем, и дойдем до начала, а вначале мы точно знаем, что все хорошо. Каким образом делать этот самый спуск? Это очень просто. У нас есть формулы, которые сдвигают слева направо. Формула вот она выписана. Были числа x и y, из них получили x плюс 2y и x плюс y. Так? Так, а давайте посмотрим, как эти формулы будут выглядеть, если мы пойдем наоборот, справа на него. То есть, что я сейчас должен сделать? Я обозначу вот это число, вот эти числа x и y, я обозначу буквами а и b. Поняли, да? Где-то там оказалось а и b. Что мы знаем про числа а и b? Мы знаем, что а больше единицы. Мы знаем, что b больше единицы. И мы знаем, что а квадрат минус 2b квадрат это то ли плюс, то ли минус единицы. Понятно? Почему я так на всякий случай написал? Чтобы вот не мучиться там то ли 0, то ли единицы. Дело в том, что то, что в начале никаких плохих решений нет, это очевидно. Понятно, да? Поэтому я спокойно могу считать, что а и b числа достаточно большие. Вот. И я сейчас положу, что а это x плюс 2b. Я пока еще не знаю, существуют такие числа, не существуют. Но помечтать это можно. Итак, я мечтаю о паре чисел, из которой пара чисел а и b получается по нашему правилу. Понятно? Вообще-то не проблема понять, как выражаются x и y через а и b. Для этого из верхнего уравнения вычитаем нижнее. Получаем, что y это а минус b. А теперь подставляем это y сюда. И получаем, что x это b минус y. То есть это 2b минус а. Согласны? Между прочим, для любых целых чисел а и b эти числа x и y будут целыми. Если я сейчас докажу, что это натуральные числа, то у меня как раз и получится этот самый шаг назад. Причем, заметьте, пожалуйста, это будет именно шаг влево. То есть эти числа меньше. Вам понятно, что очевидным образом сумма чисел x и y это есть b, да? А сумма чисел а и b это а плюс b. Ну, то есть сумма чисел точно уменьшилась. И таким образом мы сделаем шаг влево. Итак, давайте я напишу, что нам нужно доказать. Смотрите, нам достаточно доказать, что а минус b больше или равно нуля и 2b минус а больше или равно нуля. Предположим, что это неверно. Тогда выполняется одно из неравенств. Или а меньше b, или 2b меньше, чем а. Ну, если а меньше b, вот а меньше b, то тогда а квадрат минус b квадрат минус b квадрат меньше, чем минус b квадрат. Минус b квадрат не больше, чем минус 4. Ну, а а квадрат минус 2b, который должен быть плюс-минус 1. Значит, плюс-минус 1 не больше, чем минус 4, это, конечно, противоречие. Ну, и второй случай, по сути, такой же. Предположим, что 2b меньше, чем а, да, точно просто. Тогда 4b квадрат меньше, чем а квадрат. И, значит, если мы посмотрим на выражение а квадрат минус 2b квадрат, то оно будет больше, чем 2b квадрат. А это больше 2, а здесь у нас должно быть плюс-минус 1. И так тоже не бывает. Ну, вот, собственно, и все. Мы доказали, что все решения уравнения x квадрат минус 2y квадрат равняется плюс-минус 1 на самом деле получаются в той таблице. Все поняли? Конечно, у этого рассуждения есть одна неприятная черта. Оно очень сильно зависит именно от того, что там двойка. То есть, вот эта главная формула наша, да, x квадрат минус 2y квадрат минус y, она, конечно, в общем виде совершенно непонятно откуда берется. Хорошо? Хорошо, это поняли. Теперь давайте еще несколько упражнений на эту таблицу. Давайте научимся получать не из x и y следующие два числа, x плюс 2y и x плюс y, а поймем, по какой формуле получается очередное x из двух предыдущих x. И по какой формуле получается очередное y из двух предыдущих y. Давайте я аккуратно распишу, собственно, что у нас есть, и мы это проанализируем. Пронумеруем столбцы, то есть вот это будет называться нулевой столбец, дальше первый, второй, третий, четвертый и так далее. И введем следующее значение. x нулевое это единица, y нулевое это 0, xn плюс первое это xn плюс 2y n, yn плюс первое это xn плюс yn. Выразить xn плюс второе через xn и xn плюс первое. И выразить yn плюс второе через yn и yn плюс первое. Как получить число 17 из чисел 3 и 7? Как получить число 12 из чисел 2 и 5? 2 умножить на 5 плюс 2. 12 это 2 умножить на 5 плюс 2. Ну умножить это правда. Так. А 70 это 29 умножить на 2 плюс 13. Согласны? И как же это записывается в виде формулы? xn плюс второе это 99. Это что? 2 раза 41 и 17. Замечательно. А для y? Заметьте, пожалуйста, одна и та же формула. Вот здесь забавно, что казалось бы, x и y разные последовательности, а вот рекуррентная формула одна и та же. Поняли? Ну неплохо доказывать это. Попишите разную формулу. Это правда интересно. Это просто интересная задача по алгебре. Примите, пожалуйста. Вообще, конечно, есть общая теория, в которой это все, вы понимаете, да? Является частным случаем, да? Но поскольку вы в школе, то очень полезно просто просто поучить алгебру на этом примере. Это полезнее, чем писать это бесконечное упражнение. Вообще, всегда смыслная работа меньше давляет, чем бессмысленно. Один из способов такой. Вот вы же видите, что в эти соотношения входит n, n плюс 1, n плюс 2. Да. А формула, которая выписана на доске, связывает между собой n и n плюс 1, значения x и y. Значит, имеет смысл выписать такую же формулу для числа n плюс 2. Понятно? Давайте посмотрим, что у нас тогда будет. x, n плюс 2, это и с. И y, n плюс 2, это то же самое. x, n плюс 1, плюс y, n плюс 2. Так, теперь анализируем. Вот представьте себе, что нам нужна вот эта формула. Нам нужна эта формула, значит, нам нужны только иксы. Так? Ну, слушайте, понятно, что вот нижняя формула тогда лучше вообще не трогать. Потому что там есть какой-то новый икс и второе, и вообще с ними непонятно. А эти-то три уравнения вполне разумные. Что нам дают эти три уравнения? Они связывают иксы с игреками. Так? При этом игреков сколько штук? Есть игрек n, игрек n плюс первое, и все. Так? Вот в этих трех уравнениях. Так? Игрек n, игрек n плюс первое. Так, значит, если я выпишу эти три уравнения и сумею из них как-то уничтожить игреки, то я, наверное, получу какое-то соотношение на икс. Идею поняли? А, собственно, исключить... Давайте я покажу из этих трех уравнений. Исключить игреки совсем не так уж сложно. Смотрите, как это делается. Вот я беру и вместо игрек n плюс первое подставляю вот это. Понятно, да? И тогда уравнений станет уже сколько? Всего лишь два. Давайте я просто не пройню себя аккуратно сделать. Вместо игрек n плюс первое я подставляю. Верхнее уравнение никак не изменится. Икс n плюс первое это икс н-ое плюс два и игрек н-ое. Это я уже писать не буду. А вот сюда вместо игрек n плюс первое я подставляю эту штуку. Отлично. Икс n плюс второе. Это икс н плюс первое плюс два раза икс н-ое плюс игрек н-ое. Согласны? Я вот вместо игрек н-ое плюс первое написал икс н-ое плюс игрек н-ое. Так? Икс н-ое плюс икс н-ое. Ну вот собственно и все. Два икс н-ое плюс первое плюс икс н-ое. Согласны? Из этого равенства вы икс н-ое плюс первое через игрек вырезали. Так? А из этого равенства вы икс н-ое плюс икс н-ое. Ну осталось их подставить вверх и все получится. Ну давайте записывай. Игрек н плюс второе минус игрек н плюс первое. Согласны верно. А из вот этого равенства как получить икс н-ое? Это игрек н-ое плюс игрек н-ое плюс игрек н-ое плюс игрек н-ое. Заметьте, это есть форма, но очень похожа, правда? Угу. Вот. Отлично. И у нас осталось одно неиспользованное квадро. Икс н плюс два. Икс н плюс второе. Да. Не, а зачем оно нам не нужно? Вот это равенство, мы говорили, если не используем. А, да. Давайте внимательно смотрите. Вместо икс н-ое плюс первое написать вот то значение. И вместо икс н-ое то, что написать то значение. Понимаете? А, угу. Вместо икс н-ое пишем. Игрек н-ое минус игрек н-ое плюс первое. Написали. Написали. Вместо икс н-ое плюс первое. Теперь вместо икс н-ое пишем игрек н-ое плюс первое минус игрек н-ое плюс. И еще плюс два икс н-ое плюс два игрек н-ое. Ну, вообще все. Осталось перенести икс н-ое плюс первое. Заказано. Отлично. Продолжение следует.